Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко, добрый вечер. Сегодня новобранцы внутренних войск приняли присягу на пляце войсковой части 55-25. Среди призывников крепкие хлопцы, как физично, так и морально. Они уже прошли курс молодого бойца, доведались о протяжкости службы. Сейчас настал час принимать присягу на верность белорусскому народу. Всего в бригаде сегодня принимают клятву на верность родине, принимают военную присягу. 129 граждан республики Беларусь, которые были призваны из Гомельской области и Могилевской области. После присяги у молодого пополнения будут выходные, а потом начнутся соправданные армейские будни. Держи аутоинспекции Беларуси и России провели суместную отпрацовку автодорог М10 и М13, а так само нейтральные территории Бранской и Гомельской областей. Сирот задач операции – проверка аутотранспорту, пошук забороненных рейдшевов с допомогой службовых собак и мониторинг громадской думки. На месте падей побывали наши корреспонденты. Супрацовництву Держи аутоинспекции Гомельщины и Бранщины уже не один год. Суместная отпрацовки на помеже – традиция пошних пяти годов. Выник такого тандэму – прикметное повышение безопасности на этой территории, раскрытие злочинства в пахаравших следах, обмен оперативной информацией, опытом и досягнениями спецтехники. Так наши правооховники корыстаются приборами вымярения худкости, минавито российской вытворчасти. Суседиш проявляет цикавость до наших приборов по выявлению подробных номерных знаков. Дареша на нейтральной территории Бранской и Комельской областей, где отбылась и суместная отпрацовка, прошла выстава техники двух краин. Так правооховники отрывали мощимость нахлядно ознайомиться с техничными досягнениями своих коллег. Что можно было бы перенять – это конфискация транспорта. У лиц, которые повторно совершили административное пронарушение в виде управления транспорта, состояние опьянения. Я думаю, что у нас мы могли бы похвалиться. Это более развитая система фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Правооховные органы двух краин проводили массированную отпрацовку на протягу 12-х годин. У вынику раскрыты шерох правопорушений. Сирот ярких прикладов спроба завести из России в Беларусь – 4,5 тонны фальсификованных спиртных напоев. По таким самым маршруте спробовали провести парту червоной рыбы. Граждане Республики Беларусь незаконно ввозили на территорию Республики Беларусь груз полтоны, рыбы красной, без сертификатов, без накладных, без документов. Груз задержан, сейчас идет работа следственной оперативной группы. Что год у гэта период проводятся працовы на встречах керувника ДАИ Гумельщины и начальника инспекции безопасности дорожного руха Бранщины. Головно мы это перемовывал – зацвердить план суместной працы и официйно замацовать его подписами. До речи, в этом году процедура подписания рабочих документов пройшла под час уместной отпрацовки права на межить в Украине. Ганна Ковалева, Евген Пабыловец, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гумель». Ветерана Великой Чинной Войны гумельчанина Василя Афанасьевича Хацулёва узнагородили орденом «Червоной Зорки». Врачистая церемония пройшла у зале аппарата управления «Гумель Транснафта Дружба». У 1941-м Василий Афанасьевич был призванный у Рады Червоной Армии. Был перекинутый на линию фронту у районе Бранска, затем схопленный немцами. Праз некальки месяцев у яго отрымалося сбегчы. Затым было партизанское життё и узъяднание с дзеючыми войсками 1-го Белорусского фронту. И он выстоял немало боёв, однак сустреть перемогу таки не змог. За то, что после Аполлону застался живым, яго арыштовали, а вызвалили только празд 10 годов. Усю остатне життё он працавал во управлении «Нафтопровода Дружба». Был узнагороджены орденом «Айчинной войны» другой ступени, мая 15 юбилейных медалёв. Про то, что у липени 44-го айон был працавлены до этой узнагороды, доведался только летос. И вось празд 9 месяцев, посля запыту у Министерства обороны, на айонным пижаку своё место заняла высокая урадовая узнагорода. В прошлом году, это вот на День Победы, по интернету показали наградные листы, по которым не получены ордена. В том числе и мой наградной лист. Спасибо. Очень доволен вообще. От души доволен наградой. У Беларуси поширенный список коммунальных послуг. За Икея не треба платить, коли вы покидаете постоянное место жихарства на термин с выше 10 дён. Перолик дополненный вертанием расходов на электроэнергию, якая расходуется на работу лифта. Кордон, який по якости немая аналога у не только у Беларуси, а и украинах СНД, почнуть выпускать у добруши. Инвестпроекты житевляют, благодаря кредиту Китайского банка. Усягожую экономику региону за минулый год трапила, примерно, 20% от объема агульно-республиканских инвестиций. На яке проекты зараз робится ставка у Гомельской области. Накольки привабными з'являются умовы господара не у Беларуси для замежных инвесторов. Абгэтами не только подз'размова у черговым выпуску экономичной доветки. Глядачоу так само чекает знакомства с ценами на Садовину и Гароднину, на Гомельским центральным рынку и у краме Расинка. Глядите программу одразу после выпуска новинов на телеканале «Беларусь 4 Гомель». У Гомеля освоили редкую технологию – керамичное печатание на шкле. Аналогичное иснует только у Израиле и излученных Штатах Америки. З уникальной вытворчастью познайомили депутата у Городского совета. Товариство, замеджеванное отказностью шклы «Люкс» – один из лучших прикладов развития приватного предпринимательства в Беларуси. Предпринимство начало свою деятельность на конец 90-х. Тогда это была маленькая майстерня порезца шкла, где працавали три человеки. На сегодняшний день высокотехнологичная вытворчасть, якая займается працовкой и декорированием разных видов шкла и люстырков. В штате амаль 200 человек. Зараз тут наладили технологию керамичного печатания. На шкло можно перенести любой малюнок, твот из дымок. Конкурентов у Беларуси по кульням, да и в свете одинки. Але тут умеют не только выраблять, але и продавать. Пару годов тому 85% продукции предпринимства споживал айчинный рынок. Зараз амаль усе отправляются на экспорт. У основным у Российскую Федерацию але новые рынки шукают постоянно. Гомельская продукция добралась и навод до Японии. Сакрет поспеху мает три складающие активность и знаходливость кераминства. Постоянная модернизация в творчестве и клопот про персонал. Ситуация на предприемстве все не дозволяет створать новое працонное место. У ближайшие полгода коллектив поширится на 40 человек. Людей возьмем, конечно, на работу. И объемы просматриваются. Просматриваются в России. С поляками будем вести переговоры. Визит гомельских депутатов на предприемство махшимает знайомство не только из работы конкретной вытворчасти, але и с перспективами региональной экономики. Треба кабусе предприемства працавали прикладно на таким узроуне. Депутаты готовы унести у эту справу свой уклад на законодавчому узроуне. Але все ровно многое залежит от самих вытворцев. Все живут в одинаковых условиях. Но в одного получается прекрасно, а другой ждет, когда к нему кто-то принесет вот это хорошее. Сложно время. И в это сложное время, я полагаю, мы должны держаться друг друга, помогать друг другу. Взаимоварочка должна быть. Настасия Кучинская, Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадоакомпания «Гомель». Стартовал областный этап республиканской военно-патриотичной гульни «Зарница». 250 юных армейцев разбили палаточный лагерь на территории Жлобинского района. Побывала тут и наша здымочная группа. Дитяший проект «Зарница» – брендовое мероприемство системы эдукации «Гомельшины». Их организуются сразу 12 управлений у их громадских организаций. Традиционное место проведения – здравленный центр Пролеска в Жлобинском районе. Все лето своих юных армейцев сюда командировали из всех районов «Гомельшины». Выбирали самых лепших. Удельничать у этом областном мероприемстве – вельми гонорова. В этом году эта игра особенно важна для нашей области, потому что мы должны отобрать самых отважных ребят, которые представят нашу область на республиканском уровне, на республиканской «Зарнице», которая начнется 19 июня в Брестской области на базе воинской части. На «Зарнице» выховано не одно поколение беларусов. Идея проведения гульнина родилась в 60-е годы минулого стагодя. Сучасная версия мало одрузнивается от оригинала. Головные удельники – як и рані піонеры. Им треба рухаться от одного этапу гульни до іншого и завоёвать балы або отримливать трофеи за выконанные задания. Заховались так само патриотичный дух споборництва и его захопляльность. «Игра «Зарнице» – это очень отличная игра. Мы здесь бегаем, прыгаем, разбираем, собираем автоматы. Строевая подготовка у нас здесь проходит. В конкурсы разные и по вечерам, пионер-бол играем. Здесь просто всё делаем. В палатках живём. Палаточный лагерь – это очень отличная идея. Здесь очень здорово, очень весело, как я уже сказал. Можно найти много друзей и, главное, соревноваться с ними». На протягу девяти дзен, у дзенника учакая, каля десяти конкурсов. Пошаливай с разборки автоматов, алена перезешит творши, туриски, интеллектуальные споборництвы. И каля прызы отримают тольки переможцы, то добрый настрой и бесценный опыт, забеспеченный усим. Настасия Кучинская, Игорь Марыченко, телерадо и компания «Гомель», Жлобинский район. Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» протягуя проведение акции «Мы славим человека мирной працы». У ее рамках ушановывали лепших працевников Ветковского района. Наши корреспонденты сустрелись с удельниками мероприемства. «Мы славим человека мирной працы». Мероприемство для Гомельшины традиционное. И оно проводится уже девятый год, причем только у Ветцы, у третий раз. Место проведения на ГТРА собрали городский дом культуры. Тут самая умешальная зала. Причем организаторы одразу домовилися. Ушановывать необходимо представников усих профессий. И операторов машинного доения, и механизаторов, и керовников сельскохосподарших предприемствов. Руководитель – это тоже человек труда. И от его, как он организует всю работу, будет зависеть очень много. Он должен знать технологию. Это и воспитатель, и организатор, и так далее. И вот мы, если его еще раз поднимем, его значимость, он же, конечно, будет работать еще лучше. А это очень важно. Или мы приглашаем тоже номинацию, есть кадры среднего звена. То есть это бригадиры, это слитаря, это начальники участков. Они же постоянно работают с людьми. Старшиня областного отделения Белорусского фонда «Миру» Тимофей Глушаков у часы Советского Союза узначальва урозные районы в области. А тому можно поравновывать. Мы стали жить значно лепш. И додает, необходимо радоваться досягнутым поспехам и верить во властный потенциал. Сирот запрошенных на сцену – наместник директора агрофирмы имя Лебедева Олеся Кривицкая. У 2013-м Яна отримала диплом Белорусской державной сельско-восподаршей академии и вельми жадая стать высокопрофессийным специалистом. Люди, которые приходят после учебы, они не обладают настолько знаниями, настолько практикой, можно сказать. Поэтому и половину ты знаешь, и половину ты набираешься. Но вот сколько бы ты ни работал, все время постепенно идет вот этот набор скопления всех знаний. У Гомельским областным отделений Белорусского фонда «Миру» запевнивают, что акция «Мы славим человека мирной працы» будет протягиваться и далее. Бояй, главная мета – узнять авторитет працы и сказать дякую усим, кто працует саправды сумленно. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Яуген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район. Кожную суботу с 10 до 14 годин будет зачинен рух транспорта на автодорозе «Усходний обход» на участку от скрыжования с улицы Тимофея Бородина до бульвара газеты «Гомельская правда». Это связано с проведением так званых «Велосубот». Инициатива Дзержаута инспекции накирована на популяризацию у гомельчан такого отпочинку. У этот час можно кататься на велосипедах, роликах, тискейтбордах. Так само есть макчимасть зарегистровать своего двухколового сябра у системе ДАИ. Это допоможе в выпадку крадяжу знайсти транспортный сродок и вернуть его у ладальнику. У первый день акции у делу ее приняли каля 50 хомельчан. Мы рядом живем, увидели. Ну, слышали вообще про эту акцию, читал в интернете, а тут ехали с сыном, увидели, подъехали и решили зарегистрировать свои велосипеды. Люди мало знают, тут совсем мало людей ездят еще совсем. Вроде и в интернете я читал, а люди еще не знают. Так, наверное, я думаю, что в следующей акции будет больше народа. Велосуботы будут проходить что тыдень до 15-го кастричника. Зараз до эфиру рыхтуется новый выпуск телепроекта «Добрый вечер, Гомель». У гостей до створальника у шоу завитают вядомый спевак, композитор, музыкант и аранжировщик Макс Лоренц и головный дирижер эстрадно-симфоничного оркестра Гомельской областной филармонии Станислав Шныр. У музычном свете Гомеля зараз рыхтуется великая премьера. Первый сольный концерт Макса Лоренца разом с оркестром. Будут гучать, как вядомые хиты спевака, так и композиции, с яких починался творчий шлях Макса. Музычная премьера отбудется 15-го червеня на сцене Палаца культуры Чигуночников. Але не только об этом, подзаговорка. Спевак узгадая свои школьные годы, расскажет про мастацкие талинты и раскрыя секрет, кем мары устать в детинстве. А кроме этого, поделится думками на конт здорового ладу життя и будет спевать специально для глядачого программы «Добрый вечер, Гомель». Нагадаю, у эфир я на выйдзе завтра, 5-го червеня, у 19.30 хвилин на телеканале «Беларусь-4». На этом наш вечерний выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам только добрых новинов. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова